Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожарах ИЧС спасатели совершили более 570 выездов. На пожарах погибли 3 человека. 12 жителей столицы пострадали. Силами МЧС 34 человека, в том числе ребенок, были спасены эвакуированы из опасных зон. О том, какой была минувшая неделя в оперативных сводках столичных спасателей расскажем прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник в результате пожара в квартире одной из многоэтажек на улице Ротмистрова погиб мужчина. Сообщение о запахе гари в подъезде поступило от жильцов дома около полудня. На место оперативно прибыли спасатели, но по внешним признакам пожара не было. В ходе разведки работники МЧС установили, что в однокомнатной квартире на третьем этаже загорелись постельные принадлежности. В комнате рядом с горящей кроватью спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины 65 года рождения. По предварительной версии причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Во вторник утром по номеру 101 поступило сообщение о необходимости помощи ребенку 2004 года рождения в квартире по улице Плеханово. Играя, мальчишка засунул безымянный палец левой руки в кольцо ножниц, а достать уже не смог. При помощи кусачиков спасатели извлекли палец ребенка. В результате ЧП школьник не пострадал. А вот в минувший четверг помощь спасателей понадобилась на парковке напротив дома по улице Страшицкая. Вечером там загорелся легковой автомобиль Рено Лагуна. Спасатели оперативно справились с пламенем. В результате ЧП в легковушке повреждены моторный оттек, крышка капота и лобовое стекло. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Возможно из-за неисправной мультиварки в четверг вечером горела квартира в столичной девятиэтажке на проспекте Рокоссовского. О запахе дыма в подъезде пожарным спасателям сообщили жильцы. Пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Горела дверь в ванную комнату и имущество в коридоре. Работниками МЧС из квартиры была спасена и передана бригаде скорой помощи 49-летняя хозяйка. После обследования женщина была госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения. Точная причина происшествия устанавливается рассматриваемая версия короткое замыкание мультиварки Redmond. Купленная она была, к слову, только в прошлом году. В пятницу в 5.30 утра на номер 101 поступило сообщение от жильцов пятиэтажки на улице Восточной о запахе дыма в подъезде. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и быстро обнаружили источник дыма. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. В коридоре в бессознательном состоянии огнеборцы обнаружили 78-летнюю хозяйку. С ожогами различной степени тяжести отравления продуктами горения пострадавшую забрала карета медицинской помощи. В результате пожара повреждено имущество и закопчена квартира. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайно. Операцию по спасению кота провели столичные спасатели в пятницу утром. Как выяснилось позже, на протяжении нескольких дней с тошной мяуканье за стеной слышали многие жильцы дома по проспекту газеты «Правда». В МЧС обратилась хозяйка, которая, вернувшись после выходных, не обнаружила своего абиссинского кота. Местонахождение домашнего питомца удалось разгадать приехавшим на вызов спасателям. С помощью тепловизора и видеоэндоскопа они установили, что животное упало в вентиляционную шахту с 20-го на первый этаж. Чтобы вызволить несчастного кота, работникам МЧС необходимо было штробить стену квартиры на первом этаже, для чего хозяйка кота дала письменное обязательство владельцам устранить все последствия, возникшие в результате спасательной операции. И только после этого спасатели приступили к работе. Достать Толика из вентиляционной шахты стало делом нелегким и небыстрым. Зато когда испуганная и запыленная мордочка Толика показалась пробитой дыре, радости хозяйке не было предела. О происшествиях на сегодня все. А я хочу напомнить о том, что в эти дни в республике продолжается акция МЧС «День безопасности. Внимание всем». На этой неделе начался ее второй этап, в рамках которого спасатели проведут родительские собрания в школах столицы, рассказывая об основных причинах пожаров. О действиях по сигналу «Внимание всем», а также напомнит о соблюдении детьми правил безопасности в период весенних каникул. Я с вами прощаюсь. До следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова